Ольга Васильевна Ушакова пришла на работу в Центр социального обслуживания в 2008 году на должность культа-организатора. Женщина придумывает различные мероприятия для досуга пожилых людей, которые посещают отделение дневного пребывания, проводит для них игровые и познавательные программы, организует концерты с приглашенными музыкантами и экскурсии по интересным местам города. Ольга Васильевна раньше работала в школе и знает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Признается, что к людям серебряного возраста нужен еще более деликатный подход. Человек с возрастом становится более восприимчивым, не скажу, что капризным, но очень можно обидеть часто человека, просто не задумываясь даже об этом. Поэтому приходится и слова подбирать иногда нужные, чтобы не обидеть человека. Иногда и морально устаешь, потому что люди приходят не только с радостными вестями к тебе, но и с проблемами с какими-то. Также при Центре есть университет третьего возраста. Здесь Ольга Ушакова ведет факультет сценического искусства для всех желающих пенсионеров и руководит вокальным ансамблем «Надежда». Свою работу Ольга Васильевна любит за живое общение с людьми старшего поколения, которые могут поделиться своим опытом. Возможность чем-то поделиться с ними и возможность получить опыт, потому что люди к нам приходят уже с огромным жизненным опытом. Многие сами очень прожили интересную жизнь, они рассказывают о себе, я с ними знакомлюсь, узнаю много интересного, получаю для себя очень много информации. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов есть отделение дневного пребывания, где саровчане могут получить медицинские услуги, заняться скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой, посетить культурно-массовые мероприятия, встретиться с психологом. Также в Центре дают консультации по различным вопросам. «Можно обратиться в любой гражданин за консультацией, за разъяснением непонятных ему вопросов. Дадут консультацию и по социальному обслуживанию, и по мерам социальной поддержки, различные пособия, выплаты, компенсации и так далее. В этом отделении работают юрист, психологи, которые тоже дают консультации гражданам города, которые относятся к обслуживаемой категории». Многие сотрудники Центра работают на дому, помогают пожилым людям в бытовых и медицинских вопросах. В День социального работника в Центре прошло торжественное награждение и поздравление всех, кто посвятил свою жизнь служению людям. «Я от всей души поздравляю всех своих коллег, как социальных работников, медицинских сестер, так и других сотрудников Центра, которые тоже вносят немаловажный вклад в работу всего учреждения. От них тоже многое зависит. Поэтому поздравляю всех с праздником, счастья, здоровья, крепкого здоровья вашим семьям, благополучия, мира». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.